добрый вечер день или утро всем любителям и профессионалам варкрафта с вами бани вур сайт goodgame.ru и рубрика best replays 15 выпуск но в каком-то роде юбилейный у нас ознаменован игрой хумана против андена на знакомой родной до боли и близкой каждому варкрафтер скому сердцу карте острова эхо в общем то мы сегодня снова вам выдадим порцию шизофренического варкрафта с не про сценой с игроками любителями но тем не менее наверное именно такие игры близки большинству аудитории которая также не является представителями элитной профессиональной сцены и вот так вот выдает игры в на арене на китайских серваках или на батле вот такие игры выдает на гора наверное через каждый раз поэтому будем просто саркастить 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 саркастически наблюдать за происходящим иногда иронизировать иногда цинично глумить игроков но тем не менее это наш родной уровень крабства ну пока все нормально пока хуман который находится справа манки хухи манки хухи какой-то какой-то орган обезьяны может быть уши может быть что-то еще не так переводится его никнейм делает разведку заказывает как это не удивительно архимагом и видимо планирует начать криппинг с верхней зеленой точке хотя это же не про сцена поэтому место постановки алтаря не о чем нам не говорит он может побежать в противоположную сторону потому что на крабском уровне тайминги это бред сумасшедшего тайминги это никому не нужное понятие и вообще она не работает здесь ферму строим но пока как настоящий профессионал хуман развивается ставит разведывательную ферму чтобы понять когда пойдет крепить лагерь наемников но архимаг как-то неудивительно выходит на верхнюю точку то есть и алтарь поставлен правильно и любо-дорого смотреть только вот затупили чутка рабочие но ничего хуман контролил где-то в другом месте андет с фаз дк бежит на харас и приходит ровно на двух на двух троллей забирает слава богу архимаг когтя и начинает лупасить дк но в общем пока все делает правильно архимаг лупасит дк армия сражается со скелетами только вот элема надо вызывать иногда можно чуть пораньше это сделать сейчас вот за рабочим зайдут за этим до пизан отправился на пенсию раньше времени мы будем его помнить молодым и красивым на доску героев падает он в овд архимага андраматовича отдел внутренних дел и опера полномочий на архимаг андраматович потерял только что одного из своих следаков хорошо ничего бывает такое случается дк тем временем получал ровно на половину своего лица ровно половина его лица в синяках а может быть все передалось еще и на лошадь но он продолжает здесь рыскать вокруг в поисках наживы от час не успел кинуть койл что не может не радовать хуманом андет запустил тер 2 ждут приказание юнита я надо чуть 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 громкости добавлю но на вас это никак не отразится да я надеюсь что сейчас я чуть погромче буду слышать происходящее до хуман сидит на тир-1 копит пизантов из чего я сделаю вывод что сейчас человеческая раса готовится выставить свой форпост в виде побочной нычки он же экспант он же вторичка но вот 11 милиционер не добежал до места преступления предполагаемого нет да не знаю кинет койл дк в него или нет или хочет так мечом зарубить нет добежал все-таки и набросился на злодея из последних своих сил дк добивает по-моему кстати говоря огра милиционер должен просто убить саблей хуман набрасывается на скелетов в общем дк здесь неплохо поживился уже почти на второй level он здесь нагулял куражится и бесчинствует по полной программе берет собой гули андет и будет всячески помогать хуману воздвигнуть свое строение в общем андет пока неплохо справляется с заданием хараса у него уже тир-2 таки поди так понимаю закончился и вот-вот начнется играть на тир-3 хуман начинается вышки но пока все нормально за исключением небольших моментов затупов но это бывает у всех пока что пока что все здорово есть подозрение в этой игре что он дед map hacker есть такое подозрение у редактора этой рубрики аспиранта но вот пока я не вижу подтверждение андет просто на активном харасе возможно что в будущем он включит таки программу но пока ничего об этом не говорить ничто на это не указывает будем следить за событиями дк получает от архимага и лемов по полной программе но андет по-прежнему занимается успешно харасом рабочих дк контролирует часом 2 левел получит здесь уже получил да господи 2 левел там же аура да он уже получил и на ауре должен убежать у него 35 хп остается архимаг последний тык 6 хп надо жать тп потому что предательская гулька заблочила своего предводителя нет все-таки дк показывает бешеную скорость и без всяких тп хладнокровно на креативе и бешеном микро сумел он покинуть место происшествия берет панду панда берется ну это потенциально хороший герой против вертолетов например если андет собирается играть в быстрых дестройеров и пропушивать хумана то здесь панда хорошо закатывает против вертов но панду нужно раскачивать панда должна быть 3 в принципе это нормальная стратегия так выпили целебное зелье great на тер-3 старая ставится бойни у андета все у него в порядке мне пока игра нравится все пока логично стройно хуман пытается себе третий левел накрепить у него плюс 12 к атаке архимаг уже довольно бодро раздает лапкой андет снова отправляется на харасс он предпочитает на этой карте не крепит панду до 3 а активно харассить и надеяться что на этом харассе панда получит себе третий левел ну и до без разведки отдать идет на предполагаемую точку кри пинга хумана пока что не все выглядит вполне стройно и натурально кайлом добиваем вышку нужно переагрить на панду потому что панда сейчас дышит в рабочих обет набрасывается на строящийся гвардов скую вышку грамотно хуман переагревает магическую вышку на панду и дыхание будет еще если кулдаун успеет да еще одно дыхание панда успевает совершить остается без маны и здесь надо как-то попытаться может быть подмовить может быть окружить скелетов вызываем рабочих харассим ну хуман здесь успешно посмотрите архимаг то лапка этой своей наковырялась плюс 12 атаки дк снова на на все лицо и мертвый рыцарь рыцарь лорд мертвая башка предпочитает ретироваться с места происшествия в общем ну так себе харасс удался если честно панда два раза дыхнула самое главное отдать рабочих то особо не поубивал и сейчас уже с таким мхп идти на харасс нет смысла хуман кстати должен это понять был но это слишком тонкая это уже такая тонкая профилактика и хуман мог сейчас не мазить вышки вот прямо сейчас да не знаю вложиться в тир-2 и потом уже начать строить вышки и пока не знаю что там у хумана на мэйне если у него грейд на тир-2 или нет но вот он мог это сделать учитывая что он отлично прохарасил соперника и с такими героями отдает к нему просто второй раз уже не придет ну а дает у него две тележки я так понимаю что в быстрых дестройеров он планирует выходить там две бойни я видел но и зачем еще берется панда я великолепно читаю игру друзья смотрю с вами в лайве происходящее до хуман нажал на тир-2 вот я думаю что нажал он на грейд главки ровно в тот момент когда андет тэпнулся и сделал все абсолютно правильно ну пока пока игра особого нареканий не вызывает все довольно стройно грамотно не знаю почему аспирант в своей ремарке в своем в пояснительной записке к видео так снисходительно отзывался пренебрежительно о скиле хумана пока все хорошо тут быстрые дестройеры готовятся 3 тележки хуману бы сейчас на самом деле отправляться надо на харас андеда отвлекать андеда от криппинга панды он получил уже 3 архимага и по сути ему уже не нужен дальнейший криппинг аэма до 5 левела слишком долго и надо сейчас конвертировать время именно в харас андеда для того чтобы отвлекать его от криппинга панды возможно возможно ломать ему экономику полностью как известно ломают хуманы только полностью ну и соответственно оттягивать момент получения андедом критической массы дестроев то есть мало по построить тележки нужно еще и играет на дестроф сделать нужно еще соответственно за ресурс эти тележки поднять в дестроф все это требует определенных вложений ну а так андед без хараса выходит самый быстрый из всех возможных для него таймингов быстрых дестроф еще раз и подчеркиваю всех возможных для именно конкретно этого андеда возможно хэппи бы вышел в дестроф быстрее но конкретно этот андед для себя получил максимально комфортную ситуацию ну как показывает практика 5 дестроеров с маной ломают любые башни хумана вообще без вариантов и вот сейчас хуман слишком запоздал и идет уже на харас встречают футменов сейчас минус элли гули побежали панда может дыхнуть до винные пары нет не стал бросать самое главное хуман увидел большое количество дестроф и ему нужно этого не хватит есть нижние вышки вообще стоят как-то ну абсолютно без бездарно здесь неизвестно зачем вообще нужны неряшливо расставил хуман в вышке и посмотрим еще сколько у него на мэйне башен пока не хватит вот 5 дестроеров это бред тем более если андет зайдет сверху то нижние вышки вообще достреливать не будут ему не нужно будет с ними бороться бороться и не знаю если бы андет был map хакером он бы возможно побежал крип джекать хумана на магазине но пока он поступает крайне разумно мк выходят и вот только сейчас хуман направляется на харас не знаю уж насколько это было необходимо крепить магазин андета разводит на т.п. а все надо бежать назад зачем все ты это ошибка т.п. на т.п. но он мог просто побежать назад сразу и все хотя с другой стороны андет увязался бы за ним здесь вышек уже достаточно у хумана все правильно делает отличное строительство продолжается сам же наверное выходит faster 3 как-то в вертолетов нужно свечиться до пока все делает верно хуман но я бы на его месте все таки т.п. не жало просто побежал ножками назад разведя андета на 350 голды это всегда приятно полезно когда бы когда ближние тратится на что-либо а вы нет когда у чужого человека горе это всегда всегда приятно ой там панда просто жутко затарена банками маны как мы видим еще и арба и две перчатки скорости судя по всему панда будет выполнять роль лича лича который напился расстал сел не знаю отдыхал где-то на курортах краснодарского края на чебуреках его разнесло и он пьяный в салат после черноморской барматухи готов не только рукой навешивать но еще и дышать как сумасшедший своим перегаром 7 destroyer of ну надо посмотреть количество грейдов на масона и у хумана сколько их будет я и не уверен что а у хуман вот так делает то есть еще один экспант просто начинается вышек и надо бежать срочно бежать андеду на мэйн срочно андет пока ждет не знаю море погоды может быть ресурсов хумана кстати проблемы с лесом давайте отметим этот момент оба с удовольствием наверное разменял золото ну например андеду продал золото за по курсу 1 единица золото на 2 единицы леса где или андеду бы продал или где-нибудь взял какой-то не знаю какой-нибудь компании просто пример разменялся бы но мы видим что делает destroyer с маной все верно вышки падают в общем хуман где-то набрала леса пришел на мэйнк андеду убивает ему соответственно орудник а андет ну смотрите вышек довольно много они продолжают стрелять андет не пробрил все из них несколько destroyer of по моему погибла парочка потому что их было вроде как больше андет бреет дальше вышки естественно он все это прочистит но хуман андеду убил соответственно добывающий рудник и у андеда сейчас нет прибытка соответственно андет без инкам а хуман с инкамом андет может остаться например убивать замок чтобы хуман не смог настроить вертолеты потому что если он на экспанде сейчас влупил себе 3 2 3 мастерских то уху на все прекрасно да вот замок это уязвимое место и сейчас самое главное он не достроился у вертолетов не будет грэда на сплэш панда 3 и в общем все верно андет давит на единственное сейчас уязвимое место хумана хуман начинает размен базами продолжает точнее он хозяйничать на экспанде точнее ну на на главке у андеда я бы здесь еще архимага на blizzard перекачал потому что в общем-то айлема это свободная халявная абсолютно бесплатная экспо и мана для destroyer of a blizzard а можно было бы смачно по заливать сейчас поставленный в кучу здания андеда а здесь три мастерских все верно у хумана правда продолжаются дикие проблемы с лесом просто жесть какая-то замок падает до замок в общем драться хуман уже не может мэнами против destroyer of так себе гейко сражаться и он вгрызается в мэйн андеда у андеда судя по всему тп нет потому что он просто пошел уже видимо игру заканчивать и кажется у андеда падает главка и это большие проблемы потому что если у андеда не будет мэйна а колитов он откуда собирается строить я не знаю сейчас хуману можно убить андеду всех околитов и на этом игра в общем-то может заканчиваться потому что дальше андед с 5 destroyer все это не пробреет у хумана есть тп тп есть и очень грамотно все сделал хуман не знаю андед конечно убил хуману мэйн но сам остался без я колитов не вижу если честно и по моему по моему попахивает ггшечкой для уда просто у хумана есть добывающие добывающая база у него какие никакие но сейчас вертолеты полетят а андеда нет инкома никакого зачем было грядить вышки я понятия не имею ну вот это бессмысленное вложение ресурсов было от хуман вот destroyer потерял на вышке это андед конечно молодец это он здорово придумал все у андеда больше нет денег вот у него есть 4 destroyer тележка и два героя больше ничего у него не будет потому что судя по всему а колиты тоже кончились есть андед в несколько патовой ситуации чтобы построить мэйн ему нужно колит чтобы построить колита ему нужен нужно главное здание даже продать здание не может потому что для того чтобы их продать смотрите пункт 1 нужен а колит и андед вот с этой вот гоп-компании из четырех destroyer of панды кстати 3 левела судит ну скорее всего потому что он там всех рабочих по перебил панда должна быть 3 уже как минимум вот он сейчас будет штурмовать единственно оставшуюся базу хумана здесь вот мэна все верно делает хуман я пока не вижу в чем он рак он пока великолепно читает игру и от здорово ситуации в этой отбивается кстати грифоны грифона нужно не грифона ястребы наверное полезнее потому что здесь хотя бы на свитках можно и хилить в отличие от вертолетов на футмен отправляется но здесь нужно пару destroyer of послать чтобы как-то этих футменов отбивать но хуман здорово действует он на деда убивает здание надет понимает что если сейчас он потеряет здание то игра для него закончится ему нужно разделить армию и где-то можно панду послать против футменов возможно destroyer of но что-то с ними что-то делать время сейчас работает на хумана потому что голдун получает юнитов он строит и адепт ну пока что я опять же не вижу где андет играть с включенным апхаком вот понятия не имею пока все очень стандартно логично и да без каких-то шедевральных вау моментов но пока что довольно стройно выглядит игра видно что игроки это исполняли не один не два и может даже не не 20 раз в своей жизни на всех футменов теряет хуман но футмен это уже разменная монета правда как-то поаккуратнее можно было с ними обойтись потому что они еще нужны для таких разводов но здесь вертолеты и ястребы у хумана по-прежнему горы золото по-прежнему бы с удовольствием с андетом менялся бы наверное голдой на лес по курсу один к двум и по-прежнему может быть нашел бы где-нибудь какое-нибудь отделение банка которая бы акции пилорамы какой-нибудь не знали соперерабатывающего завода ему продала в два раза дороже обычного потому что хуман готов вкладывать это золото куда угодно и менять его на лес по каким угодно курсом ибо без леса он не может строить армию но зато зато архимагом можно перекачаться на blizzard купить телепорт купить персонал персональные имею ввиду да можно купить персонал очку можно купить инвиз и бегать заливать базу ауду а здесь кстати хуман под шумок еще и нычку построил снова но бывшая нычка точнее бывший мэйн нынешняя нычка потому что основные производственные силы хумана теперь в другом месте расположены не знаю вот это все пустое нужно нужно хуману по-другому вкладывать ресурсы нужно пытаться качать сейчас им кус армии и не нужны сейчас были бы на самом деле те ястребы вертолета пока это уже вышки не пробреет на таком количестве дистров хуману нужно было архимагом попытаться заливать андеду мэйн отвлекать его да а армии в это время качать мк для этого пока вертолеты не нужны вот андед явно выдает свой мопхак потому что он даже с мопхаком не может увидеть где хуман на карте пытается вызвать хумана на дуэль вывести его из себя но хуман не проницаем не пробиваем такой знаете абсолютно невозмутимый человек пиши мне все что угодно но сейчас уже кстати не знаю какая там панда надо посмотреть свиток есть один архимага не знаю зачем хуман лезет в драку вот я понятия не имею зачем хуман лезет в драку он может просто вот дыхание от панды минус все вертолеты это ненужная драка для хума но хуман видимо думать что его уже хватит тут кайл в дестройера и дистры потихонечку продолжают воздух то разваливать минус пачка вертолетов и просто прокачал панду сейчас зачем куда он лез бегай разводи крип мк мк первого левела вот будет был бы 2 3 мк уже было бы попроще говорить ну все минус все вертолеты ну хуман здесь явно переоценил собственные силы вот первая пожалуй фатальная ошибка от хума это полезть сейчас на андеда все минус весь воздух лол панда прокачалась там чуть ли уже наверно не до пятого левела надо смотреть до 5 левел ну добрый вечер как говорится сейчас еще все футмены умрут здесь да у андеда осталось два дестройера ну блин пятая панда и хуман до конца идет понимаете он лезет до конца он дает всю армию на панде чем качество отдаст да все-таки видимо андет вывел хумана из себя сумел его ну да минус мк боже боже выигранную игру вот так слить почему свиток не заюзал почему архимаг не нажал свиток не знаю видимо андет действительно сумел спровоцировать хумана вывести его на эмоции хуман на этих эмоциях зачем-то полез над этом драться но теперь ситуация уже не такая простая тем не менее она все еще в пользу хумана все что ему нужно это архимагом разводить с близзардом сжигать базу андеда зачем было драться я понятия не имею да зачем или мы нужны тоже неизвестно но вот здесь хуман явно он до какого-то времени действовал шаблонно и правильно но в тот момент когда игра приобрела несколько нестандартный рисунок когда оказалось что нужно размениваться базами что нужно какие-то принимать нетривиальные решения вот здесь хуман поплыл как боксер но и андет сейчас начинает над ним глумится по полной программе называет его бастардом видимо это что-то навеяно игрой престолов но чей бастард андет не объявил то есть возможно он бастард джона сноу или нет джон сноу сам бастард бастард на его бастарда не мой бастард такое действует правило в общем андет проверил не знаем обхак небос ним обхак но как-то вот андет проверил потенциальный экспант возможно хуман скута халяву тут решил поставить и убил убивает всех рабочих сейчас ну да без разведки но это не похоже прямо на мобхак это проверка возможной нычки да учим по таймингу пока прилетели дестройеры но черт его знает тут уже замок кстати great на касталу хуман то все равно по-прежнему все замечательно даже если он слил армию просто он не должен драться в лоб и должен драться в лоб с пятой пандой ну или если уж дерешься в лоб то у тебя должно быть 90 лимит желательно спал брейкеров построить спал брейкеров две пачки приди и убей все андет ничего не сделает дестройера спал брейкеров не атакуют панда спал брейкеров не атакуют просто пришел болт дал панду окружил убил можно так можно идти в разводы по-прежнему все карты в руках хумана он может как угодно здесь доминировать можно играть в разводы можно вот танки построить до что зачем эти башни куда почему они зачем ты зачем это не ликвидное вложение средств тоже не рентабельно вообще не рентабельно хоть отменил слава богу почему архимаг до сих пор без персоналки почему архимаг без blizzard а почему он еще не летает на базу к сопернику много вопросов много вопросов хуман явно растерялся здесь в этой ситуации он пока не понимает что ему делать дальше как ему действовать мк если уж ты зачем ты построил мк если ты не строишь армии и негде его качать точнее качать его езди но не с кем до хуман явно явно потерял нить повествования пытается пока найти себя в этом бренном мире танки едут в разные стороны ну а андет продолжает мордовать базу оставшиеся ошметки хуманской базы но я напоминаю что у хумана есть инкам зачем он пытается судорожно поставить нычку он играет блин он играет без экспанда андет смотрите пишет ха 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 не просто так судя по всему д у д откуда-то знает что хуман побежал на экспант но или нет ну просто у андета он нет андет ничего не знает посмотрите никакого мабхака нет иначе бы он туда уже рванул но фишка в том что андет убив здание пытается снова вызвать хумана на бой вот она вот она нетривиальность сюжета вот почему этот best replay до андет пытается победить действительно в абсолютно безнадежной ситуации с двумя героями двумя дестройерами танки поехали надо не нужно танки так отдавать нужно эти танки сейчас а там может быть у слушайте а у хумана возможно за как ну вот уводи танк уводи не нужно expand так танк тянет время ставя экспант андет бежит ну он это одна мысль вот где щас хуману возможно нам на моем на моем натурале сейчас нычку ставят естественно бежит проверять и видят нет да никакого мабхака нет все четко делает андет потому что ему больше идти просто некуда так боже хуман ну почему архимаг без близарда почему я до сих пор не могу меня риторический вопрос зачем ты там дрался зачем ты не качалом к зачем-то не построил просто вот понимаете строишь маутин кинга пачку спал брейкеров идешь качаешься архимагом разводишь на blizzard строишь пару танков вообще тенин не нужен воздух против гестров и просто приходишь болт там 3 мк болт в болт в панду окружение гг панда ничего не может сделать спал брейкером где строим ничего не могут сделать спал брейкером все так ну что же делать как же выигрывать думает хуман танки посылаю они умирают архимагом лимов вызываю лима диспелиться как жить в этом бренном мире этот кайлан еще кидается гаденыш наверно шестого левела уже снова танки снова экспо ну не так надо танки посылать ну блин ну мы же все вы уже это проходили по ты почему не смотрел наш стрим танки не должны ехать на заклане они должны ехать в тот момент когда там этот отвлекся от базы ты не должен идти full размен танками там панда уже по моему 6 архимаг четвертого левела лимы зачем что ты делаешь андет кстати вот а там закончился по моему да нет да голдмайн из коллапс боже мой хуман извините за выражение просрал все полимеры все полимеры у него закончился голдмайн и сейчас ситуация превращается уже в ничейную хотя как ничейную панда может эти вышки со временем задышать ну где-то через дня 4 я имею ввиду не игрового времени а реального географического времени через четыре дня панда будет регенить ману и дышать на вышке со временем минус архимаг омэгэ омэгэ ну андет клокочет наверное в своем ликовании сейчас а хуман ну вот он только танки может посылать ему больше ничего не остается да панда все это со временем задышат это про это правда это факт она будет регенить ману и дышать на вышке еще регенить ману еще дышать на вышке так он засейвил рабов видели четкий парень этот 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 хуман маутан кинг первого левела очень полезный сейчас ну потому что он почему-то решил пойти подраться со здоровыми дядьками вместо того чтобы пойти в качалку провести там пару месяцев нарастить мускулатуры после этого идти ломать всем лица нельзя экспант можно кстати поставить не тут не за голдмайном за голдмайном эй амиго в проруби лес рабами просто выруби елки через атаку и поставь голдмайн за мэйном в смысле мэйн за голдмайном фу ну вы поняли допрет до этого хуман или нет судя по всему нет потому что он вот смотрите он не отдает танки теперь просто так танки отводят смотрите ну что творит а еще бы в разные стороны их развести вот один танк поехал наверх двое вниз и давай гоняйся за ними не нужно всеми танками ехать в одну сторону но нет это слишком сложно очень много происходит на карте всего сложная микро сложная макро игра по 6 нычек у каждого по 9 по 80 90 лимита разводы в четырех местах ну как не успеваешь просто все танки куда-то там в рассыпную отправить это 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 мы понимаем и великолепный экспант такой знаете я бы на месте андеда еще дождался пока он достроится вот-вот не приходил сейчас дождался никакого мобхака аспирант чтобы ты понимал у андеда нет и близко он чекает единственные две возможные точки строения строительства потенциального экспанда от хумана он чекает их перманентные на ходе там как это ни странно хумана у боже мой всего пошел назад молодец он все четко понимает он он убил нычку что надо делать идти назад потому что сейчас хуман точно пойдет ему больше делать нечего хуману кроме как идти снова на мои все вернулись по таймингу все верно а что делать андеду что делать топтаться возле пустого голдмайна нет естественно идти назад и дефать мэйн боже он ведь так так реально выиграет потому что в чистом поле естественно не сражаться не могут андет может стоять регионе он может просто знаете даже но хотя хз если панда например пойдет дышать настроение хумана то справится ли дк и два дестройера с танками это вопрос ну наконец-то разделяя властвуй принцип этот хуман освоил танки улепеты в этот армии молодцы теперь архимаг потыкали потыкали отошли все здание не регенятся и хватит уже этих элемов зачем ты экспу даешь ну что ж ты делаешь то а болезный у тебя есть вот потратите 349 голды на книгу забвения ну хуман бросается в последнюю атаку и решает отдать все-таки танки ну так себе идея денег то у него больше других нет но за что что улынишь то ну да он улынет он улынет но у панды там столько ой сколько у нее дыхание но бросается кстати говоря эти танки умрут но там и у андета не останется вообще ничего сейчас панда сдует эти здания ну и и и и слушайте а улынта удается кажется надо убить кладбище хорош хорош и у андета остается один дымящийся зигурат немножко не хватило андет конечно доволен собой доволен а там рабочий таскает потихонечку хуман не понимает чему радуется андет у него остался дышащий наладан зигурат и теперь он не может отойти из базы но у хумана минус два героя минус два героя там остаются последние танки ему на самом деле остается доехать и сделать один выстрел по этому зигурату и тот самый важный момент вот боже танк диверсант успеет ли он сможет ли он андет может просто дежурить сейчас здесь на подходе куда ты куда сигизмунды куда вы бежите там же смерть там медведь там панда бамбук о вот это на армаз вот эта тема грифон он может как-то и сзади залететь из-за леса точняк ну у хумана наконец появилось время попечататься немножечко и он стиле хэппи начинает очень быстро реализовывать свой apm в набор обидных фраз для оппонента так минус очередные рабочие 7 левела дк 6 панда грифон там ну реально по моему надо посмотреть сколько зигурату осталось там 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 реально два выстрела два или три из-за леса до полетел грифон ну господи хуман мог выиграть эту игру как угодно уже 40 раз но сейчас главная интрига главная интрига для хумана грифон диверсант его задание умереть но разрушить вражеское строение которое охраняется четырьмя юнитами но ему нельзя палиться раньше времени а хуман кажется потерял всех своих рабочих вы знаете ситуация патовая потому что здесь андет не может отойти от мэйна но от этого своего последнего зигура то ну а как он тогда будет брить вышки хумана на экспанде бежать туда одной пандой скажете вы да нет нет грифон тебя спалили тебя спалили что делать лети назад все черт все тлен но он полетел разведку боем сделать андет угорает конечно ему весело ну хорошо два дестройера герои стоят все у них нормально и у хумана не остается я так понимаю он может конечно построить рабочих как-то на халявку по попробовать еще по добывать голды но это you can't win you nook ну тут действительно такая ситуация патовая рель патовая андет в принципе не собирается видимо уходить от своего зигурата а вот если бы у хумана был blizzard они лемы я думаю что все таки он победил но тут много если бы много сослагательных наклонений так что происходит грифон подобрал какие-то светящиеся флаги на траве или у меня галлюцинация или хуман включил какой-то чит мод но все они так будут стоять еще 40 минут ну ничего ребят у нас времени много мы мы насладимся происходящим но теперь я понял почему аспирант посетовал на нубасность хумана то есть парень очень очень шаблонный он мыслит клише и если что-то идет не по сценарию все у него атрофируется мозг и он не смог выиграть абсолютно выигранную абсолютно выигранную партию абсолютно выигранную ситуацию еще раз разные были варианты даже с тем что он построил масс воздуха под панду он должен был с этим воздухом прокрепить мк архимагом разводить с инвизом и blizzard он мог построить иной вариант он мог свечнуться в спеллбрейкеров и просто пачки спеллбрейкеров унизить андеда через болт как угодно но случилось то что случилось именно поэтому демка попала в рубрику best replace грифон грифон боится я его понимаю он 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 не решается вылетать потому что там может где угодно быть засада грифон как бы говорить давайте лучше вы к нам давайте лучше вы к нам но я бы все-таки грифон одержал где-то поближе к андетской базе чтобы если андет решится на атаку то есть панда там 6 вы понимаете да она все это сейчас все эти вышки снесет за за пять минут за пять минут все снесет но если панда уйдет хватит ли дк я бы на месте андета возможно ауру арбу передал бы дк и соответственно койл арба два дестройера но не знаю все равно грифон довольно жирно 825 хп а ему нужно реально нанести там два выстрела вот с дыханием он точно это не успеет сделать но андет тоже не понимает как ему выигрывать да так хуманс бедный грифон снова летит в неизвестность этот отважный отважный гном на огромном петухе с крыльями он как бомбардировщик несет свой заряд но боится не хочет он быть камикадзе но тут дестройера на патроле а если через другую сторону залить ну а так на не залетает там же в любом случае понимаете ой ой перехват нет куда ты там же родники мир полон бед куда ты панда сдохнет нет что же ты делаешь ты господи и не туда еще летит елки-маталки ну вот теперь гг потому что да все зачем зачем он полетел через центр карты надо было лесками как-то убегать и залетать с другой стороны и ну вот теперь у андета фри потому что теперь панда все снесет своим дыханием гоже я думаю кумана сейчас дико горит вообще желание желание удалить варкрафт но абсолютно непреодолимая на месте хумана но ничего не сделать цель ави такова жизнь тебя было 200 способов выиграть и ты не воспользовался ни одним из них ну а теперь панда будет дышать с другой стороны бы рекомендовал ты рекомендовал это сделать да да хочу панда не дышит не совсем по нему рабочих ум он отстроил боже мой вот это поворот вот это вот это да минус один дестор андет ты чего на радостях напился там что ли дыхание на минус рабочий панда седьмая добрый вечер ну все собственно вот теперь это это умирает да но теперь сценарий может разворачиваться только в одну сторону панда все это сейчас сдует и соответственно игра для хумана закончится ему очень обидно его еще андеты на унижал на оскорблял это вдвойне обидно проигрывать такому и тем более из такой ситуации но ничего не поделаешь эта игра слита эта игра слита тебя унизили морально и потом тебя еще унизили в игре гг пишет но хуман посмотрите все-таки нашел в себе силы написать гг давайте отдадим ему честь молодец парень манерный а и несмотря на все произошедшее на все эти словесные перепалки между ним андетом он все-таки нашел в себе мужество и достоинство за что воздадим ему хвалу интересная игра показательная она в общем-то демонстрирует как можно влить имея огромное преимущество такое бывает друзья старайтесь все-таки варкрафте думать не шаблонами и как-то ну активней использовать мозг для того чтобы реализовать вот такие вот ситуации реализовывать такое огромное преимущество всем удачи на всех картах в любых режимах с вами был бани вур подписывайтесь на мой канал на ютюбе персональный там много варкрафта и от меня и обзоры турниров ну и конечно же смотрите варкрафт на goodgame и подписывайтесь на канал goodgame.ru по варкрафту до новых встреч в рубрике best replace до свидания